НС бойкотирует меня, то есть послал нафиг. Официально заявляю, что Морф дизайнер Дегрот. Деньги лишними не бывают, особенно сделаны из воздуха и без лишних напрягов. Да и мне тут ничего не платят, кручусь как могу. Чё, получается Морф кидала? А не за это ли на меня взъелись, НС Авелат? Знаешь, я тут подумал, я постоянно рассказываю чьи-то темные истории. А не пора ли мне поведать свою собственную? Полтора года назад я выпустил камбэчный ролик. Это был первый видос на моем канале с 2016 года. И там был вот такой вот фрагмент. Привет, Морф Нейм. Морф Нейм. Морф Нейм. Морф Нейм. Так что это за фраза? По-моему, про главного редактора про доты уже все слышали. Но вот Морф Нейм, это к чему это вообще? И почему это спамили в комментах 6 лет назад, а потом вдруг начали вспоминать в 2020. Что ж, давай вернемся к осени 2011 и уходу Вилата с про доты. Я как раз на этом остановился в одном из прошлых роликов. Как я и говорил, в то время я написал первую свою новость на главной про доты. Работал я обычным ньюсмейкером. То есть, писал новости. Никаких особых привилегий или прав у меня не было. Редактором тогда был товарищ под ником Мизокульт. Вот, кстати, первый человек, правильно ответивший на вопрос о нем из ролика про карикатуры. Как я стал ньюсмейкером и о чем я писал, я пока опущу. Это не так важно. Зато важно другое. Тогда только-только появилась Дота 2. И доступ к ней был лишь у избранных. Точнее как, поскольку Дота тогда официально находилась в бета-тесте, то доступ к ней давался только по приглашению. А этим приглашением служил электронный ключ. В СНГ ключи в основном получили профессиональные игроки того времени, а также разные известные в комьюнити фигуры, вроде Вилата и Джуса. Свой ключ я получил от Джуса за работу на про доте уже в октябре. Тогда онлайн доты 2 был где-то, ну, 500 человек. Я даже пару раз попадался в пабе с Вигасом. Официально доступ к доте, конечно же, не продавался. Но, насколько я помню, первые ключи ушли еще в сентябре по цене от 1 до 5000 долларов. Ты это, спроси Джастерора, он-то уже тогда был в контактах с Айсфрогом и получал от него ключи пачками. Или стоп, ключи раздают связками? Или паками? В общем, не суть. По словам Джастерора, достаточно просто попросить Фрога и пару десятков ключей в твоем распоряжении. Лично мне тогда эти ключи были безразличны. Я свой получил, как говорится, да и ладно. Однако, в самом начале ноября Габен внезапно расщедрился. Каждый, у кого на тот момент уже был ключ доты 2, получил дополнительно еще два ключа, которые он мог раздать кому угодно. Ну, как раздать? Многих решили тупо продать. Само собой, цены на ключи обвалились. Они тогда стоили примерно полторы тысячи рублей. Тут же появилась и одна серьезная проблемка. Откуда-де-возьмись, повылезала куча мошенников, которые брали деньги вперед и исчезали, не давая никакого ключа в ответ. Ну, а сервиса гаранта сделки тогда... Блин, да это давно было, тогда ничего такого не было. Никакого правительства! И мне тут же пришла гениальная идея. У меня же есть статус ньюсмейкера на ProDot. Ну, а чем это не гарант успешной сделки? Так, обожди, давай сразу оговоримся. Я лично никакой продажей ключей не занимался. Все сообщения, которые я буду показывать, отредактированы администрацией ProDot. А все совпадения случайны. В общем, не я, а некий товарищ, назовем его Морфей, находил людей с ключами, которым никто особо не доверял. И предлагал через личку купить их за 650 рублей, а потом продавал в два раза дороже. Только вот в этой схемке был один малюсенький просчет. Морфей сам-то стал ньюсмейкером недавно, а в комьюнити его, по сути, никто и не знал. Но зато обрати внимание на текст, который всем рассылался. Ты, мол, no name, а я человек статусный. Поэтому ключ вперед, а гарантия сделки это мое имя на ProDot. Морфей слал это сообщение к куче разных юзеров без разбора. Ну что, ты уже догадался, к чему это все привело? Юзер под ником Kizub, мягко говоря, офигел от такого тона. Он тогда и с PGG в одном стаке поигрывал, и по ланчикам катался, да и на ProDot зарегался одним из первых. Но Морфей вообще не понял намек. Он повторно назвал Kizuba ноунеймом, еще и кидалой вдогонку. Естественно, это задело Kizuba. На ProDot тут же появляется тема от одного из модераторов под названием FailGoda, где на скринах Морфей называет Kizuba ноунейм. Буквально сразу же скрины похожего содержания показал еще один юзер. Здесь Морфей называет себя адекватным юзмейкером и выдает прочие перлы. Олдам ProDot это, конечно же, все дико не понравилось. По сути, в теме FailGoda было 60 страниц оскорблений Морфея и рофлов с того, какой ноунейм. Короче говоря, Kizuba оказался кое-кому не по зубам. Оттуда же пошла и мемная фраза, которую вы слышали в начале ролика. Ноунейм. Если Kizuba ноунейм, то Морфей получается наоборот нейм. Да и гарантия имя на ProDot, а имя тоже переводится нейм. Смотри, в той теме даже Дефрель отписался. Это, если что, текущий главный админ ProDot. Сам же Морфей лишь скромно ответил, что никого не кидал, а лишь занимался перепродажей ключиков. Были, правда, и более детальные посты от Морфея в модерке. Их я тоже раскопал. Сначала Морфей написал, что в незнании какого-то олдскульного юзера нет ничего постыдного. А потом и вовсе рассказал, что за 650 рублей ключи никто отдавать не хотел. То бишь он покупал условно за 800 и продавал за 1200, забирая себе 30% за услуги гаранта сделки. При этом Морфей никого не разводил и всегда отдавал заказчику заветный ключик. Правда, дальше снова пошли сообщения в тоне нейма. Великолепнейшая отмазка, деньги лишними не бывают, кручусь как могу, мне здесь ничего не платят, на одном энтузиазме долго работать невозможно, ну и все в таком духе. В общем, тысяча причин, оправдывающих продажу того, что продавать запрещено. Ясное дело, я осуждаю продажу ключей, а Морфей поступал неправильно. Но и преувеличивать его вину тоже не стоит. Во-первых, никакого развода не было. Люди, по сути, переплачивали за ключик, гарантированный тем самым неймом. Во-вторых, за все время Морфею удалось перепродать где-то 10 ключей. То есть на всей этой схеме было заработано, ну, что-то в районе 5000 рублей. Другое дело, что Морфей писал в таком тоне, будто это он создал продоту, а не всего лишь подрабатывал там ньюсмейкером пару месяцев. Это, знаешь, примерно как прийти на новую работу и через месяц сказать в лицо менеджеру, что он в этой фирме вообще никто. Кстати говоря, на фоне мема гарантия имя на продоте появился модератор под ником соски крота, который начал продавать все те же ключи, гарантируя это статусом модератора. За это соски быстренько лишился прав. А ты знаешь, почему я не лишился? Потому что я писал про нейм, то есть имя на продоте, а не про свою должность. Если бы Джус тогда забрал у меня права ньюсмейкера, то я бы не стал никаким редактором и почти наверняка забил бы на доту с концами. Так что, как говорится, пиши в комментах спасибо Джусу за Морфа. А еще посмотри-ка, кто тут Джусу отвечает. Это же тот самый Just Error, в честь которого была названа команда Рамзеса и Соло. Но про Error я расскажу как-нибудь в другой раз. А вот с Кизубом мы пообщались спустя два года. Я смог найти только вот этот небольшой кусочек из лички, но помню в какой-то теме он написал, что я оказался адекватным человеком, и мы вместе поржали над всей этой темой с нейм-овостью. Ну а точку в этой истории в 2014 году поставил сам не игрок. Последний вопрос, Morph Name? Морф? Ну дай подумать. Знаешь. Morph No Name. Окей. Это был Дредд, всем пока, до встречи. Морф, так что там с Вилатом и Энессом? Что, что? Это вторая часть моей темной истории. Через полгода после эпопеи с ключами происходит довольно громкий скандал. Дредда кикают из Virtus.pro за день до квалификации на The International. А я тогда уже был главным редактором про доты и решил разобраться в ситуации. Для этого я связался с Энессом, который тогда был капитаном Virtus.pro, ну и, соответственно, с кикнутым Дреддом. А идея была простой. Взять у них интервью и показать этот конфликт как бы с двух разных сторон. Только вот вышла одна накладочка. Энессу я не сказал, что буду еще и с Дреддом общаться. И что их утверждения будут фигурировать в одной статье под названием «Вся правда о Virtus.pro». Когда эта статья вышла, Ярослав был просто в бешенстве. Он мне в личку написал все, что думает о моем профессионализме и просто закинул в ЧАЭС. Я, блин, я даже извиниться не успел. Конечно, я тут же удалил все ответы Нессы из этой статьи. Их успело прочитать не так уж и много людей. Вот этот юзер, например, как раз спрашивает, где же комментарии Несса по ситуации. На что я честно ответил, что Ярослав объявил мне бойкот. И многим из вас наверняка покажется эта история вообще какой-то... Какая-то мелочь, что там. Но на самом деле ее последствия растянулись на годы вперед. Не, ну а как иначе? Я же, по сути-то, заделал одну из культовых личностей СНГ Доты. Скажу честно, я тогда тоже обиделся на Ярослава. Многие новости про Виртуспрой из этого освещались однобоко. А Ярослава я в них выставлял в не лучшем свете. Похожая ситуация произошла с Вилатом год спустя. Смотри, новость о новой организации Габлака я начинаю с мемной фразы «Вилат обещал», а потом иронично подмечаю, как Виталий ошибся в своем прогнозе. Как я узнаю через много лет, эта новость стоила мне чуть ли не оплаченной поездки на парочку интов. В ответ на эту новость Вилат тут же выпустил вот такой твит. Ярослав его вполне логично поддержал. Я, естественно, обиделся и на Вилата, поэтому после этого твита я и его начал подкалывать в новостях. А про Дота была в те годы чуть ли не главным новостным ресурсом СНГ. Короче говоря, думаю, суть тебе понятна. Я поставил личные терки на первый план и выпускал просто кучу сомнительного материала на огромную аудиторию, не думая о никаких последствиях. Ты же помнишь про мой бойкот от Virtus.pro? Он ведь тоже связан с новостью, правда, от 2014 года. Короче, я был далеко не лучшим редактором про Доты. Зато сейчас на твоем экране лучшие комментарии с прошлого ролика. Икста, а че это ты видосы без подписки смотришь? Ты че, тоже меня бойкотируешь что ли? Из своих проступков я смог вспомнить лишь еще один. В 2015 году я снял джастерору бан на про Доте за 10 тысяч рублей. Но знаешь, память штука сложная, может я и забыл какие-то свои темные делишки. Если ты че-то вспомнишь, то пиши мне в личку вконтакте. Глядишь и вторую часть этого ролика сниму. Факт дня. После моего ухода с про Доты в 2015 на ней больше не было главных редакторов. Ведь владелец сайта не видел смысла в этой должности. Вместо этого на ПД существует 1-2 рядовых ньюсмейкера.